Привет, друзья! Вы на канале в поисках золота и старины. Меня зовут Дмитрий, друзья называют Димун. А не друзья, да какая разница? Кто-то скажет, я тебя без шапки не признал. Хе-хе, таки да, вот такой вот я без шапки. Да, друзья, чего хотел сказать. У нас на носу что? Подумайте, что у нас на носу? Знаю, кто-то скажет, прыщ! Да при чем тут прыщ? У нас на носу Новый год и новогодние праздники. Опять же кто-то скажет, да ты загнул, еще далеко. Да как далеко? Это и смотря как посмотреть. А Новый год что? У каждого человека есть? Не, оливье здесь ни при чем. На Новый год елка. А елку наряжают чем? Игрушками, правильно. А вы знали, что игрушки времен СССР стоят денег? Некоторые стоят как полмосквича. Есть подешевле, но все же. Вот такая вот звезда. Ха-ха, узнали? У многих была. А во лбу звезда горит. Хе-хе. Это моя, у меня их две. Одна даже в коробочке где-то есть. И найду. Эту нашел. Вот такая вот звезда стоит сейчас 6-8 долларов. Как повезет. А если в коробочке и с доками, и кулечками не есть, может быть и подороже. Так что, друзья, не выбрасывайте игрушки времен СССР. Да, а чтобы вы знали, кто, чего и почем продает в мире игрушек, я сделал небольшой ролик. Может, забабахаю еще один. А может и нет. Не знаю, посмотрим, как пойдет. И вы будете знать, какие игрушки сколько стоят. В прошлом году после таких видео мне написал не один человек. Знаете, я нашел такую игрушку у себя на чердаке. Думал выбросить. Хотя некоторые и написали, а я уже выбросил. Был целый ящик. Но, увы, так что ничего не выбрасывайте. Вот такая вот звезда будет стоить через 138 лет полмиллиона. Во. Да, я вот ее через 138 лет и продам. Хе-хе-хе. Так что, друзья, смотрим. Ролик будет интересным. И первый лот у нас, друзья, вот такая вот старинная снежинка. Кто когда-нибудь такую видел? Я лично вижу впервые. У нас здесь бумага, вата, ну понятно, краска, клей и все такое. Никакого стекла. Состояние оценивайте по фотографиям. Реставрации никакой не было. Такая была найдена на чердаке. Дефекты все пытался показать на фотографиях. Размером эта вот снежинка с головой снегурки 12 на 12 сантиметров. Не очень маленькая. За такой редкостью глядело 16 человек. И сделали они 43 ставочки. И в итоге вот такая снежинка а-ля голова снегурки продана ровно за 1000 гривен. Это у нас 37 долларов. Или 2131 рубль. Неплохо, как для игрушки. А вот такую игрушку продавали, так сказать, прямо с елки. Елочная игрушка девушка с выпечкой. Материал, понятно, же стекло. Состояние неплохое. Реставрации не было, но есть маленькие царапины. Все пытался показать на фотографиях. Вот за такой игрушкой следило всего 7 человек. И под конец торгов кто-то созрел и сделал заветную ставочку. Такая игрушка продана за 308 гривен. Это у нас 11 долларов или 657 рублей. Я лично такую гирлянду не видел никогда. Смотрите, какая красота. У нас электрогирлянда сюрприз. Коробки рабочая 1970 года. Вот это раритет. Состояние, смотрите, по фотографиям. Все пытался показать. Продавец также уточнил, что в одной емкости нет жидкости. Может быть брак, а может быть где-то есть трещинка. И все испарилось. А так, если смотреть, видно, что как бы там вода, но там не вода закипает. И все это красиво светится. За таким раритетом следило 16 человек и было сделано 50 ставок. И такая гирлянда 70-х годов продана за 1560 гривен. Это у нас 58 баксов или 3329 рублей. Кто-то продавал по-взрослому целую коробку игрушек. И обратите внимание, в каком состоянии. Состояние просто пальчики оближешь. Краска как будто новая. Может быть они, конечно, и есть новые, но это уже не важно. Материал стекло, состояние хорошее, отличное, превосходное, коллекционное. Так писал продавец, но тут трудно не согласиться. Соответственно, никаких дефектов и реставрации не было. За таким мегалотом следило 45 человек. И было сделано 142 ставки. И в итоге такая куча игрушек продана за 6764 гривны. Это у нас 251 доллар. Или 14434 рубля. Бо как. И снова у нас гирлянда, которую продавал человек с хорошим чувством юмора. О чем я? Слушайте. Гирлянда, золотой фонарик. Новая в коробочке. Просто вещь. Уточнил. Материал стекло, металл и пластик. Но это справедливо. Сказал, состояние просто на новый год как раз пойдет. Уточнил в графе реставрация. Да что вы, ни в коем случае. Смешно. В описании добавил. Просто няшечка, а не гирлянда. Очень всем рекомендую. Вот за такой вот няшечкой, а не гирляндой следило 18 человек. И сделали они 21 ставку. И в итоге такая няша была продана за 1240 гривен. Это у нас 46 долларов. Или 2646 рублей. Вот честно, друзья. Если бы я не собирал на компьютер, я бы купил себе такую няшу гирлянду. Красивая, эпичная вещь. Красота. В СССР часто делали игрушки из мультгероев. Смотрите, у нас профессор Груша и другие игрушки. Откуда? Правильно, из мультфильма Чиполлино. Материал стекло и металл. Состояние хорошее. Никакой реставрации и всего такого нет. Также продавец уточнил. 7 игрушек в хорошем состоянии. Без сколов и трещин. Под крышечкой тоже как новые. Смотрите внимательно на фотографии. Не упустите такой раритет. За таким раритетом следило 14 человек. И они сделали 18 заветных ставочек. И вот такая вот компания Гопстоп была продана за 1494 гривны. Это у нас 56 долларов. Или 3188 рублей. Посмотрите внимательно. Может быть у кого-то есть вот такая вот игрушка. Мальчик на прищепке. И линейку продавец положил специально для того, чтобы люди понимали масштаб. Почти 10 сантиметров у мальчика. Это материал стекло и металл. Есть конечно, так сказать, жизненные потертости. Реставрации никакой не было. Хотя есть небольшая трещина под прищепкой. За таким мальчиком следило 23 человека. И сделали они 35 ставок. И в итоге такая игрушка была продана за 1000 и 12 гривен. Это у нас 38 долларов. Или 2159 рублей. Продавали и вот такую вот игрушку шар. Но не просто шар. А на нем есть лыжник. Который видно, что он просто цупит, как ненормальный. Старая елочная игрушка шар с лыжником. Так свой лот назвал подавец. Уточнил материал стекло. Состояние смотрите на фотографиях. Никаких сколов нет, но есть потертости. Все дефекты видны на фотографиях. За таким лыжником следило 16 человек. И сделали они 22 ставки. И в итоге продан он за 609 гривен. Это у нас 23 доллара. Или 1299 рублей. Кто-то скажет, так недорого. Ну совсем недорого. Лучше выбросить в мусорку, правда? Продавали люди и вот такую вот загадочную девушку. А именно Снегурочка Победа СССР. Материал вата и разный. Так написал продавец, чтобы не мелочиться. Состояние неплохое, как для такого времени. Никакой реставрации не делал. И уточнил, что под ручками есть маленькие надрывы. Наверное, очень хлопало в ладоши. Оп, оп, оп. Также добавился Снегурочка именно с фабрики Победа 1966 года. Шубка не рваная. Никаких там дыр и всего такого нет. Мыши там не жили. Состояние он оценил как на 4 с минусом. Но неплохое. За такой Снегурочкой следило 13 человек. И было сделано 9 ставок. И в итоге продана она за 1338 гривен. Это у нас ровно 50 долларов. Или 2855 рублей. И снова он, Синьор Помидор. Из той же песни, что сказка про Чиполина. Материал стекло. Так написал продавец. Как для своих лет, очень неплохое состояние. Опять же утверждает продавец. Никакой реставрации понятно, что не было. Хотя видны незначительные потертости. Так сказать, от времени. За таким помидором Синьором следило 20 человек. И было сделано 24 ставки. И в итоге продан он за 1825 гривен. Это у нас 68 долларов. Или 3894 рубля. Елочная игрушка из той песни, что... А шапочка уже не та. О чем я? Так у нас игрушка елочная. Красная шапочка. Сделана из папье-маше. Материал, понятно, бумага и все такое. Состояние неплохое для таких лет. Никакой реставрации не было. Да что там реставрировать? Страшно в руки брать. Все дефекты видны на фотографиях. За такой красной шапочкой следило 8 человек. И сделали они 12 ставок. И в итоге продана она за 770 гривен. Это у нас 29 долларов. Или 1643 рубля. Знаете, говорят, баба ягодка опять. Сколько там? Да 45. Хотя я с этим не согласен. 45 это еще... Женщина еще самая то. Но не об этом. У нас игрушка баба яблока. Да-да, именно баба яблока. Материал, соответственно, стекло и металл. Состояние хорошее, но есть маленькие дефекты. Все пытался показать на фотографиях. За такой бабой следило 8 человек. И было сделано 25 ставочек. И в итоге такая игрушка продана за 860 гривен. Это у нас 32 доллара. Или 1835 рублей. И снова мультфильм. И снова вездесущий Чиполина. У нас кто? Согласен. Трудно определить. Но это, друзья, крот. Да-да, это именно крот. Почему красный? Не знаю. Смотрите на фотографии внимательно. Но внутри видно скрепку. Как-то туда попало. Увы, достать не получилось. Продавец не рисковал, чтобы не сломать такого вот кислотного крота. За таким лотом следило 16 человек. И было сделано 26 ставок. И в итоге вот такой вот крот был продан за 990 гривен. Это у нас 37 долларов. Или 2112 рублей. Смотрите, какая игрушка. А-ля неваляшка. Конечно, она не елочная. Но такие часто раз за голову и на елку вешали. Помню. У нас, так сказать, такой вот мальчик на шаре Ванька-встанька. Материал пластик. Состояние, так сказать, легкое БУ. Никакой реставрации и всего такого не было. Игрушка в очень хорошем состоянии. Ее, так сказать, очень не валяли. За таким лотом следило 18 человек. И была сделана 51 ставочка. И вот такая вот игрушка небольшая продана за 1265 гривен. Это у нас 47 долларов. Или 2699 рублей. И последняя игрушка на сегодня. Это вот такой какой-то симбиоз. Нижняя часть как будто с огурца. А верхняя как будто красно-девец. Но это было при СССР. Материал разный. И это справедливо. Состояние смотрите по фотографиям. Но никаких таких кричущих дефектов нет. За такой игрушкой девица а-ля огурец следило 6 человек. И было сделано 13 ставок. И в итоге такая игрушка продана за 354 гривны. Это у нас 13 долларов. Или 755 рублей. Ну что, друзья. Теперь вы знаете, сколько стоят некоторые игрушки. Уверен, что именно такие игрушки у многих есть дома. У меня у самого были. Я помню, они лежали в коробочке. Но мы все выбросили. Хлам. Сейчас игрушки красивые. Такие. А, те. А оно вон как. Так что, друзья. Ничего не выбрасывайте. Может я запилю еще один такой ролик. Там будут другие игрушки. Посмотрите. Еще там точно у вас такое есть дома. И вообще ничего не выбрасывайте. Лучше в коробочку, коробочку. И куда-нибудь на чердак. А там оно покажет. Выбросить это проще простого. Так что, с наступающими вас праздниками. Ну вот, как-то так. Если ролик понравился, ставьте палец вверх. Пишите, что вы обо мне думаете. А если не понравился, тыкайте на дизлайки. Сходите слюной. Всего вам самого хорошего. До новых встреч на канале. Пока-пока. Да пребудет с вами сила. Хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok